Девочка-пай Сьогодні в програмі Що таке токсикоз та як з ним впоратися Як до словникового запасу дитини потрапляють нецензурні слова Та як на них реагувати Як вулиця вбливає на підлітка Поради спеціалістів Токсикоз – це досить розповсюджений стан вагітних жінок Виникає він через отруєння шкідливими речовинами Що утворюється при розвитку плоду Одна і та жа супружеская пара може винашувати одну беременность абсолютно без всяких ощущений Другу беременность с тошнотой, рвотой И со всеми такими головными болями, головокруженнями, обмороками и так далее Отчего зависит опять же от предстоящего этой беременности состояния организма Наскільки він був здоров, насыщен витаминами, насыщен здоров Называється предгравидарне состояние Гравидусь – це беременность, а предбеременность – це состояние В таких випадках лікарі радять вживати фоліеву кислоту, витамины Буває просто тошнота мимолітна, ну буквально 30 секунд, ну минуту Даже без всякой рвоты и ушло Ну это мы не называем каким-то там проявлением какого-то токсикоза Это беременность, это нормально Женщина где-то в глубине души, скажем, своей улыбнется, что в ее чреве есть ребенок Вот, и она не будет свое внимание фиксировать, скажем, на вот этом моменте Закружилась голова там, ну что-то вот такое Быстро очень прошло и все, живется обычной своей жизнью все Но бывают ситуации, когда кроме тошноты назойливой Которой даже приходится иногда медикаментозно помогать Еще и рвота есть Вот, если рвота один раз в день, то стараемся, конечно, определенными мерами мы помочь такой женщине Но бывает рвота изнурительная 5 раз, 10 раз в день Бывает 15 раз в день, бывают даже реанимационные ситуации Когда наступает обезвоживание, наступают уже биохимические изменения в организме Вплоть до прерывания даже беременности Да на счастье такие выпадки трапляются дуже ридко Лекарям вдается нормализоватый стан жинки В основном токсикоз бывает такой, что вот рвота 3-5 раз, до 10 раз Это уже считается тяжелая степень Вот, и естественно такая женщина покоя не находит себе И она не работоспособна, естественно, такую женщину надо лечить Вот, это все лечится Организм подчищается Опять же, это зависит от предгравидарного состояния, состояния печени Как она работает, как она через себя Печень, лаборатория нашего организма Как она кровь-то Вот, от этого зависит Вот, поэтому чем здоровее женщина, тем она легче переносит это все Из поколения в поколение Жинки радят одна одній, как покращить самопочуття Кто-то нюхает, там, предположим, в рыбном магазине ходит Просто смотрит в витрины и нюхает Кто-то ест корочку черного хлеба, кто-то ест лимончик, кто-то ест мятный леденец Вот, кто-то селедку Ну, у каждого свое Кто-то находит свою жвачку мятну, там, разные такие бытовые самые бывают моменты Соленый огурец, это же классика жанра Вот, поэтому Найголовнейшее – позитивный настрой Адже попереду, найсчастливейшее – народжение дитини Рано или поздно в словниковом запасе каждой дитини З'являются нецензурные, лейливые слова Прежде всего, это идет от семьи Наверное, как говорят, да, дети – это наше зеркало Они отображают нас Вот, прежде всего, мы должны следить, как родители, за своей речью Где-то в разговоре мы, может быть, этого не заметили А дети очень внимательные Они копируют и маму, и папу, и сестру, и брата старшего И им хочется это подражать Они не понимают того, будучи маленьким еще ребенком Произносят такие слова Когда ребенок маленький, можно и не заметить это Не акцентировать на этом внимание Пропустить мимо ушей Но, когда это входит в систему Тогда нужно с ребенком и навязчиво побеседовать И объяснить, рассказать, что это плохие слова Что их нельзя употреблять Но запретный же плод сладок, да Мама говорит, нельзя, значит, а мне же хочется Поэтому понаблюдайте за ребеночком Когда он это употребляет Во время игры, или, может быть, обиделся там на кого-то Можливо, дитина почула их по телебачению Значит, нужно сделать фильтрацию тех программ, которые смотрит ребенок Иногда мамы говорят Вот он научился этому в школе или детском саду Ну, естественно, он контактирует со своими сверстниками, которые живут в разных социальных семьях И можно услышать все, что угодно Но, естественно, проводить работу вот такую, можно воспитательную, тактичную Тому до каждой дитини потребно найти индивидуальный подход Возможно, он и перерастет Не понимающий этого Он еще маленький и не понимает этих слов Их назначения, цели Но, когда это входит в систему Тогда, конечно же, нужно смотреть, откуда это пошло И, прежде всего, контролировать себя Потому что не просто так Ребенок их не может придумать У пошуках заробітку багато батьків поринають у роботу, забываючи про вихование дитини Занимаются вихованием детей, это их бабуси, дедуси Но не для каждого подлитка бабуся и дедуси є авторитетом Вони бачать в них тихих людей, которые выполняют их потреб Это потреба поезти, от бабуси пирожки смачні А от дедуся тим, что он может проводить его на какую-то тренировку Чтобы в час переезда дедусь может его привезти на машине, чтобы было удобно Прикладами для наслідувания для детей є батьки Вони дивляться, как батьки себя поводят в социум Если батьки на данный час тільки спілкуються, ввечері спитают, чем ты занимаешься днем Это может півгодина или година, это очень мало для детей Еще в такой период, когда они стоят подлитками Кожна дитина в этот период пизнает себя И вы хотите узнать, чем ей лучше заниматься в социуме В спілкувании своими однолитками Также очень часто в этот период они интересуются играми, дорослыми На думку психологов и педагогов, у подлитковому віці дитина вважає себе дорослою і самостійною Прагне зменшити контроль з боку батьків та вчителів Дуже часто ми бачимо по телебаченню, що діти, підлітки б'ють своїх ровесників Щоб показати, що вони головні, що вони главні і свою нічу заняти в социумі Але, на жаль, це не так, що жорстокість породжує жорстокість І ці діти, що їх чекає після того, коли вони стануть дорослими На сьогодні ми бачимо, що ті діти, які цю жорстокість роблять, вони відповідають перед законом України Як же вберегти дитину від небажаного впливу вулиці? Ми повинні своїм дітям пояснювати, як себе поводити в даній ситуації, якщо вони стали жертвами насилля на вулиці Насамперед, це повинні ви сказати своїм батькам, своїм друзям Якщо є так, то ви можете звернутися до шкільного психолога, до класного керівника, що було скоєно таке жорстоке поводження з вами На жаль, сьогодні не всі діти бачать захист від своїх батьків Це дуже погано, тому, батьки, будь ласка, приділяйте більше уваги, спілкуйтеся з ними, розмовляйте Знаєте, хто їхні друзі, чи вони насправді друзі, чи тільки тому, що вони можуть якусь вигоду мати від ваших дітей У вихованні вулицею є і позитивні моменти По-перше, ця дитина і справді стає самостійною, вчиться спілкуватися, домовлятися А по-друге, вона живе в реальному житті, а не у віртуальному Я дуже часто бачу, якщо зараз наші підлітки на вулиці граються на спортивних мандальчиках То вони беруть участь у спортивних змаганнях, дуже багато діток займають хороші місця Якомога більше спілкуйтеся з дитиною А при розмові дайте їй зрозуміти, що ви ставитесь до неї, як до дорослої І поважаєте її думку Любіть своїх дітей, допомагайте їм Допомагайте їм тим, що ви повинні показати, що ви їх любите Приділіть дитині більше часу, адже вся відповідальність на батьках Від того, як ви підтримаєте дитину зараз, залежить, якою вона стане в майбутньому Дякую за перегляд!